Вот эти вот треугольнички, которые удалось сохранить, я только подумаю, что им за 70 уже. Память об отце Валентина Ковальчук бережно хранит в письмах с фронта. На войну он ушёл в сентябре 41-го. С полей сражений Фёдор Ковальчук писал своей семье постоянно. Каждый месяц домой приходили вот такие треугольнички. В каждом боевые будни и признание в любви жене. Сейчас ничего не слышно. Я в поле, много цветов. Я набрал букет, Нюся. А кому этот букет? Я его подбросил вроде вверх и думаю, кому? Если бы ты была рядом. Пожелтевшие листки заметно поистрепались от времени. Чтобы их сохранить, с каждого письма сняли копии. Также бережно Валентина Фёдоровна хранит и открытки отца. Вот такими, без ярких красок и глянца, они приходили с войны. Да, это вот такие вот открытки. Они так вот открыто шли. Не упакованы ничего. На фронт Фёдор Ковальчук призвался в сентябре 1941-го. Служил шофёром, на поля сражений подвозил снаряды и боеприпасы. Прошёл всю войну. Первое наступление под Ростовом, второе под Сталинградом. Именно в этих местах в скором времени побывает колонна автопробега «Красноярск-Крым». Автопатриоты едут почтить память сибиряков, в том числе и лично Фёдора Ковальчука. Воевал наш герой и в Украине, и в Молдавии, и в Венгрии, и Румынии, и Чехословакии. В архиве Валентины Ковальчук десятки благодарностей отца за освобождение различных городов. Вот, например, 20 октября 1944 года выдана сержанту Ковальчук Фёдору Яковлевичу в том, что за отличные боевые действия в боях за освобождение городов Клуш и Сегет, это, наверное, в Венгрии где-то, вот объявлена, значит, благодарность. И вот таких вот куча. Не обошлось на войне и без ранений, но за них сержант Ковальчук не переживал. Больше думал о жене, сынишке и маленькой дочери. В свои годы войны без отца Валентина Фёдоровна вспоминает, едва сдерживая слёзы. Мама ходила, колоски собирала, и потом у неё был этот травматизм. Мы голодали очень. Вот лебеду, лебеду ели, кормила, и вот эти колоски собирала она ещё. Даже вот как-то, это уже было к концу, вот совсем было очень плохо. Сержант Ковальчук вернулся с войны в ноябре 45-го, а спустя несколько лет погиб в автокатастрофе. Для Валентины Фёдоровны важно почтить память отца. Об этом мы и попросим наших автопатриотов. Мы собираем такие истории, как у сержанта Фёдора Ковальчука, и надеемся, что они, собственно, они и должны стать главными, центральными в нашем проекте автопатриоты. Мы знаем, что у жителей Красноярского края таких историй много. Сибиряки воевали, сражались за родину, они отдавали жизни на фронтах. Поэтому мы хотим почтить память всех персонально. И чем больше информации поступит к нам в редакцию, тем более личной станет наш автопробег. У жителей края есть кем гордиться, и мы призываем каждого не оставаться в стороне и делиться своими семейными историями времён Великой Отечественной войны. Звоните нам по телефону 282-91-75, пишите в социальных сетях «Одноклассники», «Вконтакте», «Фейсбук», а также на сайт «Автопатриоты.рф». И мы обязательно расскажем о ваших близких, которые внесли свой вклад в одну большую победу и почтим их память. Анна Московских, Елена Иваницкая, Алексей Гусик и Всеволод Никитин. Новости.